алексей алексеевич по основе тему какую вот вы знаете я его не знал а вот кимовский музей если вы знаете он носит имя владимир алексеевич июдина вот это мой хороший был приятель я всегда считал называю это мой учитель как краеведа и вот он лично был знаком с ним он всегда говорил мы были виду паснова уже да вы знаете я в епифане родился случайно понимать случайно ну и потом дальше я расшифрую как это было 1915 год первая мировая война его отца забрали на фронт а мама приехала к сестре епифань и там он родился а у него метрики так и записано что место рождения епифань вскоре они семья переехала в москву да отец погиб до 23-м году они переехали в москву он закончил фзу работал на заводе серпу молот запорожье на строительстве днепровской 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 вернувшись в москву стал заниматься в аэроклубе его это все очень увлекло он стал ходить вот на эти занятия и в конечном итоге он поступает в училище в борисогребское летное училище участвовал в войне против франции 39 40-го года и конечно великой отечественной войны с первого дня с 22 июня 1941 года в 43-м году к 43-му году 24 августа августа у него было совершено 457 боевых вылетов в 136 воздушных боях он сбил 7 и в группе 3 самолета противника ему было присвоено звание героя советского союза он участвовал в параде победы 24 июня 1941 года затем уже после войны он командовал различными корпусами вооруженных сил сср войск пво и окончив пятьдесят седьмом году высшую военную академию имени ворошилова ему было присвоено звание генерал и вот являясь генерал-майором звание он уволился на ушел на пенсию вот вы знаете вот опять же возвращаясь к юге но владимир сечу он всегда говорил он весь больной вот он как не приедем он уже зато вот это все вот вот стать его фронтовой и уже более поздняя такая фотография вот но все-таки умер в 2013 году то есть 98 лет мне всегда это поражало все-таки человек тоже похоронен на троекурском кладбище вот значит вот видите вот ну сравнительно такая скромненькая могилка его вот он женой так следующая личность сергей николаевич орлов директор учитель директор школы почетный гражданин епифания ну человек в общем то связанный не только с епифанию но и в куликовом поле свидетельство его рождение 30-й год написано деревня хутор сабуров ну сотрудники музея куликово поле знает что это сейчас деревня нету а осталось только одно название вот но мы видим там куркинский район волос ивановская имеется ввиду ивановка и самое интересное это московская область то есть то время это была московская область очень сложный путь прошел сергей николаевич вы видели он родился в 30-м году и немножечко коснемся мы не репрессии не репрессии 37 а чуть-чуть раньше его отец за то что он был садовником скажем так николай николаевич за то что он несколько яблок из сада принес сыну ну помните сейчас я не слышу такого слова наши стукач его стуканули его арестовали и в общем-то осудили за хищение народного имущества ну там звали три яблока вот оказавшись в лагере он начинает пить соль для того чтобы ну на печень повлияло и его чтобы амнистировали по болезни в общем амнистируете амнистируя через два месяца он скончался в 35 году он умер но я вам так скажу что сергей николаевич так несмотря на то что был коммунистом немножко недолюбливал советскую власть за то что с отцом такая сложилась у него судьба и вот мама вышла замуж во второй раз там родили родился брат у него ну в общем-то мама умирает 1949 году и он как раз поступает епифанской педагогической училище епифан из хутора соборов они переехали в епифань он там закончил школу а потом восемь классов 7 то время а потом епифанское педучилище вот он как раз со своими одногруппниками на левой фотографии вот он вот а это вот и сидит его будущая жена а здесь вот вот сергей николаевич это его огромный друг Евгений Иванович Львов вот ну и тут сейчас сидят преподаватели его преподаватели вот но после педучилища он решает поступать в военное училище в киевское но вы знаете тут наступает такой момент когда идет сокращение помните хрущев пришел в власти после сталина и идет сокращение вооруженных силах и вот в частности училище тоже поджали по количеству обучаемых обучающихся и он ему еще честно говоря не понравилось он ушел из училища ну и соответственно отправляется служить морфлот вот видите он в середине среди своих товарищей служил четыре года в то время во флоте вернувшись оттуда поступает ефремовский учительский институт заканчивает его очно а потом его назначают заучим в романцевскую среднюю школу богородского района это был пятьдесят шестой год вот он работает заучим а 68 году 67 году ему предлагают на выбор быть директором заучим он себя проявил он как и учитель химии очень сильно равно сильный был учитель вот и ему предлагают либо четвертая школа города богородска либо епифань он выбирает свою родную епифань и приезжает туда работать директором вот видите одна из фотографий директорская вот маринка заборовская заборожская вот это как раз он ей вручает похвальный лист вот этот момент его деятельность как директора во первых была направлена на совершенствование ремонтных работ в школе куда он пришел работать возглавлять эту школу епифанскую она располагалась в старых двух зданиях одной из зданий угловой новослободской который сейчас законсервировано у нас вот как на куликово поле мы едем с епифанией выезжаем прям сразу не выезжаем а только начинается дорога с правой стороны это здание где был спортзал и мастерские теперь это здание принадлежит мы опять связь с музеем правда вот значит оборудовали новые там и физические химические кабинеты была введена химии кабинетная система очень-очень много где ну а где-то в середине 70-х он начинает заниматься строительством новой школы это школа ну кто был епифания признает может быть где школа теперь находится так стороне я он всегда заботился хотел того чтобы не было где вот полно машин чтобы дети были защищены и сейчас вот школа как бы непроездная непроездная часть такая вот новую школу построил стадион великолепный со стандартным футбольным полем где районы соревнований проводились и так далее котельная гаражи дом для учителей выбил он огород для них то есть вот такую деятельность он провел в течение своих двадцати шести лет работы но самое главное он всегда был новатором он старался внести в коллектив учительский свой все новшества но услышали тогда начальника системы замкового было вот он в первую очередь собрал учителей когда привез он все время на курсы ездил потом очень интересно была система зачетная по предметам физика химии так далее так далее математика вот внедрил это в общем то постепенно он создал но я сказал очень сильный мощный коллектив учительский который в общем то до сих пор основная масса уже учителей пенсионеров можно сказать как до сих пор работает и занимает лидирующие положения в ким в кимовском районе несмотря на то что учеников если когда-то 80-е годы было их там свыше 400 то теперь 230 всего но все равно школа занимает призовые места по предметным олимпиадам предметных олимпиадах ну и так химик он конечно был очень сильный вот здесь кружок левой фотографии романсовская школа это фотография фотография уже епифанская школа вот всю жизнь он был связан со спортом играл волейбол там армейская фотография он крайне слева ефремский учительский институт футбольная команда 3 справа лыжами он занимался но самых да где вот он был спорте вот такого но самых высоких достижений он добился в игре старой русской игре который как называется городки вот и в 92 году он выполнил норматив мастера спорта вот его удостоверение ну и в общем то почему вот этот как сказать в эту группу знаменитых людей я его внес потому что в семнадцатом году школе было присвоено имя сергей сергей николаевича орлова вот этот выступает депутат областной думы судариков анатолий павлович на вот это открытие памятная доска видите закрыта черной материи вот цветами стоит его ученица приехав который училась у него в романсовской школе потом преподавательного московском институте работала владимир владимирович карпинский в зимней шапке стоит бывший начальник увд тульской области вот вот так выглядит теперь печать ну и можно сказать самые близкие люди сергей николаевича дочь его внук правнучка маш стоит но и взять ваш покорный слуга то бишь я вот фуражки может кто-то не узнал значит конечно была большая потеря вот для меня даже как краеведа потому что он очень много рассказывал он сам потомок купеческих родов жибелевых байбаковых мазуриных и так далее вот очень много было интересного него там вот так сейчас выглядит памятная доска так мне остался один еще человек я по 7 распределил вот так что у нас сейчас еще время есть и последний но только вчера у него спросил волос ты не против если я зад на лекции по тебе расскажу не против вот потому что там даты жизни были володя владимир дай бог ему здоровья человек необыкновенный причем потомок старинного епифанского мещанского рода карпинских никогда не купцами не были я всегда говорю валюта ты молодец они купцами не были от его на этих высот достиг тоже жизни он очень рано лишился отца вот жил с мамой всегда не в бедности какой-то джин там у него еще 33 сестры вот он один сын и три сестры вот и он закончил тоже епифанский педучилище затем ослужил в армию по гран войсках вернувшись оттуда поступает на старе на исторический факультет пединститута отучился получать направление епифанскую среднюю школу но отработав там год а жена у него снова московская татьяна вот и ее по моему папа и она сама уговорит давай поимного московск и там тебя детскую комнату милиции возьмут работать ну вот он начинает там в детской комнате милиции потом оперативником потом возглавлял оперотряд и вот как-то у него вот эта карьера так вот но я считаю лучше чем купеческая него пошла вот потом сейчас собственно это не очень важно он заканчивает академию мвд и получает звание полковника перспективы раз академии значит генерал да вот его назначает начальником новомосковского управления внутренних дел а так 87 87 начальник управления внутренних дел а сейчас девяносто шестом его назначает на должность начальника у в д тульской области два года он был вот в это время он учат он тоже человек спортсмен увидите он на лыжах учился педа институте вот бегал на лыжах но все же и до сих пор он связан со спортом и вот 96 97 году он участвовал в конкурсах начальников у в д россии и оба раза оба раза он становился победителем этих конкурсов там в основном конечно спортивные бег прыжки борьба там поднятие тяжести вот эти все потом он значит работал некоторое время на пенсии потом некоторое время он работал в охране правительством москвы даже после конечно стародукса уже не стал к губернатором вот но спорте он остается до сих пор он большого огромное дело сделал восстановление команды новомосковске была на раньше химик потому сейчас она дон называется там в третьей лиге так сказать играет вот 98 года проводится в кимовском районе соревнование которое называется лыжные соревнования на призы генерала карпинского вот так что вот здесь и буквально вчера он был организатором епифанской школе проведения осеннего кросса в общем он двух последних созывов был депутатом и епифанией и кимовского района в общем ведет большую общественную работу благодаря ему вот у нас и клуб вот открылся в прошлом году при его участии открылась отделение милиции тоже и при его непосредственном участие в общем когда такие люди живут епифанией как карпинский и подобные ему вот это будет жить да можно спать спокойно да будем жить